Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Новости о новой субкультуре в молодежной среде порой шокируют. Родители выгуливают на поводке ребенка, бабушка бросает палку внуку, чтобы он принес ее, как собака. Дети мяукают, гавкают, едят корм для животных и даже могут укусить. Кто такие квадроберы? Где грань между игрой и девиантным поведением? Чем грозит такое необычное увлечение? Об этом поговорим сегодня со мной в студии психолог, доцент кафедры социальной психологии Самарского университета Сергей Березин. Сергей Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте для начала немного разберемся, в принципе, что такое квадробинг. Я в интернете прочитала, что это вообще вид спорта такой? Что же это все-таки? Субкультура, разновидность спортивных каких-то увлечений? Ну, у этого явления есть шанс стать и тем, и другим. Если такое поведение и такое увлечение приобретает массовый характер, оно вполне может превратиться в субкультуру, тем более, что некоторые предпосылки для этого есть. Вряд ли это станет каким-то видом спорта, хотя я и этого не исключаю в таком динамичном и быстро меняющемся и, на первый взгляд, сходящем с ума мире. Это тоже возможно. Ну вот, готовясь к нашей передаче, я провел небольшое исследование, ведь прежде чем о чем-то говорить, нужно иметь какие-то данные на руках. Так вот, я спрашивал людей разного возраста и разного социального статуса и рода занятий о том, что такое квадроберы, и слышали ли они об этом, встречались ли они. Так вот, из достаточно большого количества опрошенных, а это порядка ста с лишним человек, никто реально с квадроберами не встречался. И это дает мне основание говорить о том, что это явление не стало массовым. — А были ли школьники там? — В том числе, в том числе школьники. Правда, это не такой широкий охват. Я поговорил со школьниками только двух школ, которые были доступны для обсуждения исследования. Это явление не стало массовым. Оно скорее такое шокирующее своими единичными случаями. Но то, что вы перечислили, например, в самом начале передач, когда бабушка бросает палку внуку, и тот за ней радостно бежит, повеливая хвостом, или выгуливает на поводке, конечно, это шокирует окружающих. И вызывая определенную достаточно сильную эмоциональную реакцию, это побуждает людей обсуждать это явление. А дальше мы сталкиваемся с тем, что называются слухи их распространения в обществе. Как только происходит нечто шокирующее или вызывающее сильную эмоциональную реакцию, слухи о нем распространяются, и частные какие-то, может быть, единичные проявления начинают восприниматься как массовое. Но это не так пока. — Ну а что это такое? Это игра какая-то? — По форме это может выглядеть как игра. Тем более, что весь вопрос в том, где грань. Когда игра, допустим, маленького ребенка дома бегающего и прыгающего, и говорящего, «мама, я котенок», и мяукающего, когда мама говорит, «Ой, котеночек мой, иди ко мне». Это ведь тоже ни у кого возражений не вызывает. Это игра, безусловно. Но в какой-то момент, возможно, кто-то из людей способен перейти за грань игры, и тогда это становится чем-то гораздо более непонятным, а все непонятное вызывает тревогу. Что такое игра? Во-первых, игра — это ведущая деятельность, ведущая психическая деятельность в определенном возрасте, а именно в дошкольном. И вот там такая игра, которая в какой-то момент начинается, в какой-то момент заканчивается, это не опасно, и это не вызывает возражения, сомнения или тревогу у окружающих. Игра характеризуется тем, что в ней очень много условностей. Мальчик берет палку, садится на нее, скачет и говорит, что это моя лошадка. И сама условность в игре дает возможность маленькому ребенку открывать какие-то стороны жизни, потому что мир сопротивляется меньше, чем без этой условности. У него же нет реальной лошадки, но он может себе сделать лошадку из прутика. И в этом смысле игра — это чрезвычайно важная вещь в психическом развитии. Но когда, например, люди более старших возрастов, взрослые, например, ведут себя так, это уже вызывает определенное сомнение в том, игра ли это. А я читала о том, что если вот у детей более старшего подросткового возраста встречается вот это увлечение квадробингом, значит, эти дети не наигрались вот в дошкольном возрасте и вроде как наверстывают, упущены. Ну, в каком-то смысле мы все не наигрались в детском возрасте, правда? И взрослые люди тоже играют. Ну, например, реконструкторы, которые тратят иногда много времени и денег на пошив соответствующие обмундирования, реквизиты и так далее. Они тоже продолжают играть, как бы доигрывая. Но здесь игра, кстати, носит в очень большой степени исследовательский, познавательный характер. И формируются целые сообщества, кстати, очень много делающие для культуры и для науки, например, те же самые реконструкторы. Можно вспомнить движение толкинистов, которое появилось после выхода на экраны фильмов, снятых по книгам Толкина «Властелин колец». Это было достаточно заметное явление, которое в том числе нашло свое отражение в одной из переписей населения, где достаточно заметная часть людей идентифицировали себя с хоббитами, эльфами или гномами. Но это явление пришло и ушло. Хотя какая-то группа продолжает ездить на слеты, фестивали, толкинистов. Все равно это вот странно, да? Кто ты? Я гном. Ну да. Там, где это произносится внутри этого сообщества, это не странно. Это странно за границами этого сообщества. Ну, представьте себе, если бы я пришел на передачу, и вы спросили бы, попросили бы меня, ну, как это представиться? Если бы я сказал Березин Сергей Викторович эльф, ну, это было бы странно, да? Вот. Существуют определенные возрастные, психологические и социальные нормы. Вот поведение человека, соответствующее этим нормам, а это достаточно широкий диапазон, он. Ну, поддерживается обществом, приветствуется, не наказывается, не порицается. Вот. И до тех пор, пока все вот это происходит внутри этих локальных сообществ, ну, например, толкинистов, да, или реконструкторов, то все это и нормально. Все взрослые люди понимают, что это некая условность, это увлечение, это попытка, ну, воссоздать внутри реального мира какой-то искусственный мир. А вот за пределами, ну, это, конечно, вызывает у людей некоторое, мягко говоря, удивление. Мне кажется, вот говоря о квадробинге, может быть, я, конечно, не права, но там уже все вышло давно за пределы вот этой вот группы. Если вот выходят на улицу гулять на поводке дети, да, тут еще была информация, что какое-то заведение общепита стало открытым для квадроберов. Ну, конечно, как только появляется какое-то социальное явление или какая-то субкультура, всегда найдутся предприимчивые люди, которые будут готовы производить товары, соответствующие потребностям этой субкультуры. И в этом смысле и бизнес, производящий эти товары, и средства массовой информации, делающие информацию об этих субкультурах массовой и доступной, но вносят свой вклад в укрепление этих сообществ и, значит, вот тех явлений, которые объединяются в эти субкультуры. А на самих квадроберов как-нибудь влияет вот этот вот квадробинг, идентификация себя как животного? Ну, трудно сказать однозначно, потому что это относительно недавнее явление, ну, по крайней мере, у нас в стране точно. И какие-то объективные исследования, я надеюсь, еще впереди. Я могу сослаться на опыт того, что было с толкаинистами. Мне, например, как практикующему психологу приходилось несколько раз иметь дело с эльфами и хоббитами. И вот тогда у некоторых людей, не у всех, но у некоторых, кто идентифицировал себя с этими мифологическими персонажами, там появлялись серьезные проблемы не интеллектуального, не эмоционального, а социального характера. Я помню, как, например, однажды пришла женщина в таком очень тревожном состоянии с рассказом о том, что их дочь, которая училась в 10 классе, ушла из дома, заявив, что она не может жить с людьми, потому что она эльф и должна жить со своим народом. И пошла жить к эльфам. Вместе с двумя такими же барышнями они попытались снять квартиру для того, чтобы организовать там некую эльфийскую общину. Я встречался с этой барышней, беседовал с ней. Она абсолютно сохранна в психическом смысле слова. А вот с точки зрения личностной самоидентификации, вот это я, я кто, там, конечно, были определенные проблемы, но не настолько непоправимые, чтобы с этим нельзя было работать. Но еще раз, это единичные случаи, подавляющие большинство людей, которые входят в какую-либо субкультуру, как бы заныривают туда, и, побыв там какое-то время, соответствующее их возрастному периоду или потребностям, выныривают и становятся, в общем, респектабельными членами общества, учатся в школах, университетах, устраиваются на работу. Но мне кажется, детям с этим сложнее. У них же растущий организм, неокрепшая психика. Как вот они поймут, что здесь игра уже выходит за все разумные пределы? И в этом смысле нам, взрослым, надо быть просто внимательными, доброжелательными для того, чтобы не реагировать на это какими-то жесткими запретами, потому что жесткий запрет, как любое жесткое табу, иногда только провоцирует еще больше погружаться в какое-то явление, которое тревожит тех, кто такие табу выставляет. Но не с поводком же идти. Ну, разумеется, да. Но опять, вот представьте себе, даже не представьте, а вспомните. Вот сейчас настанет зима, и точно вы будете видеть людей, идущих по городу в шапочках с ушками, имитирующих там голову белки, кошки и так далее, и в пальто с хвостиками. Когда так себя ведет десятилетняя девочка, это ни у кого не вызывает протеста, это скорее умиляет, да. Но мы видим, как и 50-летние дамы иногда прогуливаются в шапке с ушками. Главное, чтобы не кусали. Ну, обычно не кусают. А те, кто кусает, они, как бы вам сказать, проходят определенные курсы лечебные в специализированных учреждениях. Ну, я, по крайней мере, не слышал о случаях, когда такое происходило. На что родителям обращать внимание все-таки? Как и в любом случае, ну, например, увлечение ребенка компьютерными играми, просматривание ребенком контента в интернете. Если ребенок может четко обозначить границы любого своего действия, можно не особенно волноваться, да. Если ребенок какое-то время, в какое-то время начинает компьютерную игру, а потом произвольно сам ее заканчивает, идет заниматься чем-то другим, или с маминым напоминанием, например, «Сынок, тебе надо учить уроки», завершает игру и идет делать уроки. Это значит, у него достаточно хорошие механизмы саморегуляции и понимания того, что делу время, потехе час. И этому время, и этому время. Точно так же и с имитирующим поведением животных. Если человек понимает, что в школу надо вот так идти, в такой одежде, а с ребятами можно и вот так подурачиться, да. И проведя время, допустим, в шкуре животного, он разоблачается и идет ужинать и ест свою котлетку, которую мама ему приготовила, то и беды нет никакой. Так, а если он говорит, мама, положи мне кошачьего корма, поддержи мою игру? Вряд ли родителям нужно такую игру поддерживать, потому что я не уверен, что кошачий корм делают из хороших продуктов. Хороших для людей, я имею в виду. Здесь, конечно, не нужно включаться в безумие. Мне кажется, вот об этом надо помнить всегда. Не только когда речь идет о квадроберах, да. Не нужно включаться в структуру чужого безумия, иначе мы сами рискуем оказаться вот внутри этого безумного пространства. Реагировать нужно мягко и импринцемиально. Это для кошек, сынок, не для тебя. То есть все-таки игра есть игра. А есть ли какая-то разница, если в эту игру играет человек с такой нормальной психикой, без всяких отклонений, и человек, у которого может быть там где-то вот внутри недообследованное что-то вот такое? Может ли спровоцировать этот квадробинг что-то еще более серьезное? Вряд ли. Вряд ли он может спровоцировать что-то. А вот застрять в этом надолго люди с пограничными, например, состояниями вполне способны. Но потом, не надо никакого квадробинга для того, чтобы люди в состоянии психоза вели себя как ненормальные. И тут уж не важно, что он на себя там надевает шапочку с ушками и идет на поводке, или он надевает на себя шапочку из фольги для того, чтобы защититься от программирующих его лучей. А что можно порекомендовать родителям, когда они видят уже, может быть, какие-то перекосы или просто им не нравятся такие игры детей? Как изъять из этой субкультуры ребенка? Я думаю, надо консультироваться со специалистами, с психологами, с социальными работниками, с педагогами. Нужно разобраться в этой ситуации, что это такое. Возможно, это увлечение ребенка просто связано с его желанием принадлежать к какой-то социальной группе. Допустим, если несколько человек, его друзей или приятелей погружаются в... Я бы не сказал, что это даже субкультура. Возможно, она даже еще не сформировалась как субкультура. Но если это появляется, возможно, это просто его желание не отстать от своих друзей. Точно так же, как с курением или сетевыми компьютерными играми. Надо разбираться с каждым из этих случаев. Я думаю, что мы не можем здесь дать каких-то универсальных рекомендаций, рекомендаций, когда речь идет пока еще о таком, я подчеркиваю, немассовом явлении. Его массовость существует только пока еще только в наших тревожных представлениях о том, что это массово. А массово это как? Ну вот, когда вы на работу пойдете и будете встречать этих людей на улице, вот это массово. Или когда вам знакомые будут говорить, слушай, ребенок с ума сходит, требуют, чтобы я покупал маленькие сосисочки для собак. Вот, продаются, например, в магазинах для животных. Ну тогда это да. Когда вы увидите, что появляются специальные товары для этой группы. Ну я их пока не вижу в широком распространении. Ну то есть в целом, по вашему мнению, ничего такого страшного и опасного в этой игре нет. В целом опасность и массовость этого явления сильно преувеличены. Вот, на мой взгляд. А как вы считаете, надо ли в целом этот феномен придавать огласке? Или это как какое-то разовое увлечение, вот, сиюминутное, сойдет на нет? А что значит придавать огласке? Ну вот сейчас, как мне кажется, вот это направление, квадробинг, очень популяризировано. Везде про это пишут, везде про это говорят. Опять же, вот, маркетинговые всякие приемы применяются с использованием вот этого направления. Я уж не говорю о том, что у нас в Госдуме предложения высказываются как-то урегулировать эту субкультуру, эту игру. Запретить. Вот смотрите, у меня дома есть маленькая коллекция фигурок, изображающих персонажей Романа Толкина «Властелин колец». Это небольшая коллекция, там, наверное, штук 30 этих разных фигурок. Остался мне от моей младшей дочери, которая была увлечена Толкиным. Мы, я помню, вместе с ней смотрели много этих фильмов. Я сейчас говорю об этом вот в связи с чем. Как только появляется какой-то социальный интерес, как только в обществе, в какой-то возрастной или профессиональной группе появляется какой-то интерес, тут же найдутся люди, которые готовы будут его поддержать. Чем больше они его поддерживают, тем более массовым будет становиться этот интерес. И в этом смысле, чем меньше мы любое явление поддерживаем информационно, тем быстрее оно угаснет. Судьба квадробинга – это вряд ли будет отличаться от судьбы любых явлений субкультуры. Много сейчас в Самаре готов? Да днем с огнем не сыщешь. Даже те, кто когда-то был таким, чуть не сказал, ортодоксальным Готом, да, но таким концептуальным. Ну нет, нет сейчас этого. Я встречал Готов когда-то в университете. Это совершенно необыкновенные были люди. Они несли себя по коридорам университета. Их нет. Много ли сейчас говорят о Эмма? А ведь когда-то это воспринималось чуть ли не угроза целому поколению. Но их нет. Вот. Увлечение аниме, которое тоже воспринималось когда-то как угроза, потому что об этом говорят, как о некой такой проповеди суицидального, депрессивного поведения. Ну все. Так а есть какая-то информация о людях, которые ранее увлекались этим? Что с ними стало сейчас? Может быть, у них там в головах что-то? А что у них может быть в головах? Ну, не знаю, какие-нибудь депрессивные мысли. Ой, Галин. Параноидальные, суицидальные, все что угодно. Помните, у Цоя есть песня такая. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час. Но если верить глазам и ушам, то больше в несколько раз. В головах условно нормальных, условно здоровых людей такая каша, такой винегрет. Вообще сознание, обыденное сознание обывателя, то сознание, которым мы воспринимаем мир, это очень пестрая картина, которая включает в себя научное сознание, философское, религиозное, архаическое, мифологическое сознание и так далее. И это и составляет некий диапазон нормы. Может быть, я допускаю, но я не могу знать всех исследований, это просто невозможно. Нужно было бы быть исследователем исследований. Может быть, какие-то исследования есть, хотя если бы они были, ну, скорее всего, это было достоянием просто. Ученых в сфере социальных процессов. Но исследований, которые отслеживали бы судьбу тех, кто когда-то был ЭММО или ГОТЭМ и так далее, их нет. Хотя это было бы интересно. Ну, я, по крайней мере, таких исследований не знаю. По тем ограниченным данным, которые у меня есть, а я имею возможность наблюдать судьбы разных людей на протяжении иногда десятков лет, это люди, которые нормально вписались и вписываются в современную действительность и в общество. Ну, смотрите, как много вообще молодых людей, особенно подростков, когда-то принадлежали к субкультурам, связанным с роком. Ну, толстовки, там, с названиями групп, некая атрибутика рок-культур. Ну, все, это подростки, которые переросли это и в массе своей сейчас уже не носят ни толстовки, ни пули на цепи, ни железные цепи на руках и на шее. Всему свое время. Вот если всему свое время и место, то и, как сказал бы Марк Аврелий, и беда небольшая. А если взрослые этим увлекаются, не дети? Да, меня всегда умиляет. Вот идет по улице навстречу мне мужчина лет 50, седовласый, сзади у него хвост, в ухе серьга такая, у него косуха кожаная в заклепках. И сам он такой с цепями на руках, на шее, такой рокер. Вот я думаю, везет же человеку, какая цельная личность. Просто классно, время идет, а он как будто бы вне времени. А потом я думаю, ну как везет, время идет, а он вне времени. Блажен, кто с молоду был молод, кто постепенно из жизни холод изведать мог, думаю я. Но их не так много, это единицы. А если о квадробинге говорить? То же самое. То же самое. Последний вопрос у меня к вам. Как вы считаете, можно ли субкультуру загнать в какие-то рамки и ограничения? Ничего не получится. Невозможно субкультуру загнать в рамки и ограничения. Чем жестче мы на нее реагируем, тем привлекательнее она будет для определенных социальных и возрастных категорий. Ну, например, понятно, что все мы знаем, что подростковый возраст – это возраст бури и натиска. Это возраст, когда любой официоз, любые правила и нормы отрицаются, кроме тех правил, которые есть вот в нашей микрогруппе. Как только мы начинаем жестко реагировать, мы усиливаем оппозицию, мы усиливаем вот этот потенциал бунта и отрицания. Это пришло и уйдет, как с белых яблонь дыма. А если родители начнут лишать прав за это? Ну и что? Ребенок всю эту атрибутику будет хранить не у себя дома, а у дома у своего друга, родители которого гораздо более либеральные. Спасибо вам большое. Попытки загнать субкультуру, попытки жестко ограничивать субкультуру и реагировать на нее часто ведь приводят к тому, что она просто уходит в подполье, она начинает прятаться. Но легче от этого не становится. Сергей Викторович, в завершении нашей программы, можно я вас попрошу какой-то такой общий вывод про квадробинг рассказать, насколько это опасно или не опасно, и как нам с этим жить дальше? Спасибо, что не попросили меня мяукнуть. Вы говорите, вот в завершении нашей передачи. Давайте дружно мяукнем. Давайте наблюдать. Давайте наблюдать и не будем торопиться. Давайте посмотрим, что будет происходить. И это не означает, что мы рискуем опоздать, отреагировать. Ничего подобного. Любое явление в культуре все-таки явление, имеющее определенную логику развития и определенную инерционность. Давайте не будем ориентироваться на исключительно эмоциональное и субъективное мнение, кто бы его не высказывал. Пусть даже депутаты думают. Иногда кажется, что с ними кое-что понятно. Вот давайте будем наблюдать, исследовать и реагировать по факту. Когда мне рассказывают про квадроберов, ну, может быть, я не живу в нашем городе, но я в нем живу. Но я не видел квадроберов в Самаре. Покажите мне. Я с удовольствием с ним поговорю, проведу глубинное интервью. Очень доброжелательно. Мы с ним даже подружимся. И тогда я буду, ну, более, наверное, компетентен в этом вопросе. Пока я чувствую, что мы своим усиленным интересом к тому, чего пока еще как будто бы не очень много, раздуваем костер, подливая в него масло. Благодарю, Сергей Викторович. Все, что могу. Сегодня с психологом мы говорили о квадробинге, разбирались в причинах и влиянии этой субкультуры на современных детей. В гостях программы был психолог, доцент кафедры социальной психологии Самарского университета Сергей Березин. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова